Это Омск здесь, мы продолжаем. На этой неделе из-за перепадов температур Омск превратился в огромный каток. И долгожданная плюсовая температура принесла больше минусов. Машины бьются около 400 столкновений за 7 дней, страдают и пешеходы. В травмпунктах сотни пациентов с переломами и сотрясениями. Какие еще неприятности принес гололед и почему с ним не могут справиться дорожные службы, расскажет Данила Выжевский. Шлапа скользнулась, упала, гипс. История Валентины Рязанцевой, как в известной комедии. Только вот пенсионерке сейчас совсем не до смеха. Рука болит, а на улицу выходить женщина теперь боится. Ужасный гололед, куда смотрит наша мэрия города. Шлапа к улице Кемеровской. И вот представьте, упала, очень болит рука. Снегу, как никогда, никто не вывозит на Кемеровской, я живу. Как бы, к мэрии, к нашей. В городских травмпунктах всю неделю аншлаг. Врачи принимают по несколько десятков пациентов в день. У нас в основном преобладают травмы верхних конечностей. На втором месте травмы нижних конечностей. На третьем месте травмы грудной клетки. И на четвертом месте это травмы головы с отрясением мозга. А владельцы автосервисов по кузовным ремонтам подсчитывают прибыль. На скользких дорогах больше аварий, больше заказов. Нередко сталкиваются сразу несколько машин. В итоге менять или выправлять приходятся разбитые бамперы и погнутые крылья. Вот в эту неделю у нас заехало шесть машин. Да это только за неделю. То есть если три недели назад это еще было там две-три машины в неделю заезд. На этой неделе шесть машин. То есть где-то в три раза количество машин битых увеличилось. Дорожные службы и коммунальщики оправдываются. За эту неделю на дороге высыпали более 1 тысячи тонн пескосоляной смеси. Но признаются, этого мало. После выпадения осадков в виде мокрого снега, дождя, в течение трех-пяти часов дается время предписания на обработку проезжей части автомобильных дорог, пешеходных зон противогололедными материалами. Мы с этой задачей стараемся справиться. Не всегда правда получается. Но в администрации следят только за теми участками, которые находятся в их ведении. Заниматься уборкой большинства тротуаров и остановок должны собственники расположенных там помещений. Та же ситуация и с сосульками. Убрать сосульки с крыш домов должны собственники помещений. Либо управляющие компании, если это жилой дом. Либо предприниматели, если это торговый объект. Однако делается это далеко не всегда. Ледяные иглы продолжают свисать с крыш домов. А пользователи социальных сетей, отчаявшись дожидаться, когда сосульки уберут, делятся фотографиями самых больших из них, тем самым предостерегая друг друга. Одна из таких находится здесь, на улице Шебалдина. И ситуация вряд ли изменится. Если днем термометры будут в плюсовой зоне, то ночью на отметке чуть ниже нуля. А поэтому гололедица будет в Омске как минимум до конца марта. Данила Выжевский, Александр Лысак и Антон Щетинин. Омск здесь.